Воронина Наталья Сергеевна, биография карьера, личная жизнь. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Такие слова звучат в популярной песне. Наталья Воронина добилась достойных результатов в соревнованиях по бегу на коньках. Она продолжает готовиться к очередным забегам. Наталья Воронина, детские увлечения, физкультура и спорт призваны укреплять дружбу между народами и здоровье каждого отдельного человека. Утренняя зарядка способствует хорошему самочувствию и долголетию. Наталья Сергеевна Воронина с детских лет увлекала зимними видами спорта. Любила кататься на санках, бегать на лыжах. В раннем возрасте встала на коньки. Некоторое время она просто каталась на катке, который заливали каждую зиму неподалеку от дома. Когда девочке исполнилось 6 лет, ее заметили тренеры из местного спортивного общества ЦСКА. Заметили и пригласили на тренировку. Будущая конька-бешка появилась на свет 21 октября 1994 года в обычной городской семье. Родители на тот момент проживали в знаменитом городе Нижний Новгород. Отец работал на автосборочном предприятии. Мать преподавала математику в УЗИ. Ребенка с раннего возраста готовили к самостоятельной жизни. Когда Наташе исполнилось 4 года, ей купили хорошие коньки и поставили на лед. В школе девочка училась неплохо и всегда находила свободное время, чтобы заниматься физкультурой. После восьмого класса ее пригласили получить специальное образование в областном училище Олимпийского резерва. Спортивные достижения для спортсмена, который ставит перед собой амбициозные цели, очень важно соблюдать режим тренировок и питания. Воронина четко выполняла все инструкции и установки тренеров. Прилагаемые усилия не пропадали даром. На квалификационных забегах Наталья показывала стабильно высокие результаты. Сложный маршрут к достижениям мирового уровня начался в 2014 году. Вначале конькобежка из Нижнего Новгорода заняла второе место на чемпионате России. Ее включили в состав команды для поездки на чемпионат мира. Здесь российская команда завоевала бронзовые медали. Спортивная карьера Воронины складывалась постепенно, без ярких взлетов и досадных провалов. После соревнований международного уровня тренеры сделали вывод, что лучшие результаты спортсменка показывает на средних и длинных дистанциях. Одна из причин заключалась в том, что Наталья умела рационально распределять силы на протяжении всей дистанции. Этот вывод получил подтверждение на Олимпиаде 2018 в корейском городе Пахюнчхане. Здесь российская спортсменка завоевала бронзу на дистанции 5000 метров. Перспективой личная жизнь за высокие спортивные достижения Наталью Воронину наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством. В 2018 году «Союз конькобежцев России» признал ее лучшей спортсменкой 2018 года. Наташа продолжает тренироваться и готовится к очередным стартам. О личной жизни спортсменки можно рассказать в двух словах. На сегодняшний день Наталья не связана узами брака. Она поддерживает отношения с молодым человеком.